Пришел матрас. Начинаем эпопею с двуспальной кроватью. Заказала на озоне. Вот так он называется. Модель, размер, вся информация. И в целом он вот такой. Сейчас мы его будем разворачивать. Он должен отлежаться, он надуется, как бы должен. И примет нормальную форму. Матрас без пружины. Я специально такой искала. Часть вскрыли, да, и он уже начал расправляться. Вот надувается, да, принимает свою форму. Толщина 11, я заказала, больше не стала. Чехол съемный. Вот у нас здесь что? Что у нас тут? Поролон и ткань, собственно говоря, и больше ничего. Вот. В общем, сейчас распакуем его до конца. Вот он расправляется. Он, конечно, огромный, да. Сейчас будет потихонечку расправляться по упругости пока уже Крестюша. Он достаточно упругий. Я читала, много отзывов перелопатила, в связи с чем я поняла, что пружинный не хочу. Он очень упругий, хорошо держит форму тела. Прям вот упругий. Ну, классный матрас. В общем, я попробовала, тоже легла. Он уже распрямился. Он даже подо мной не проминается. Поэтому мне нравится в плане упругости. Мне кажется, спать на нем вообще будет очень круто. Крестюшка. Ну что, привезли нам кровать. Блин, тяжелый капец. Передвигала. Ну, ребята все поставили нормально на место. Мы сейчас с Ксюшей, наверное, вскроем упаковки потихоньку. Все детское принесем, потому что папа у нас сегодня занят. Может, мы все соберем уже? Нет, нет, не соберем. Вот. В общем, сейчас мы будем с ней все распаковывать. Так здорово деревом вкусно пахнет вообще. Вот такая вот красивая, такого цвета. До зеленого мы пока не добрались. Первую упаковку, да, открываем цвет. Такой молочный дуб. Красивый. Вот и зелененький, наконец-то, показался. Такой красивый цвет. Уже классно сочетается с этим бежевым. Прикольно, кстати, цвет более приглушенный. Я вам потом при естественном освещении покажу. Он не такой яркий. То есть детали обрезали. Это верхушка Ксюшина, да, и оставили вот этот кусочек на выброс. Смотрите, можно из него полочку какую-нибудь потом сделать. Что-нибудь придать. Вот такая у Ксюши верхушка. Тут что-то написано. Ну, почему-то камера вам делает упорно ярче. Это больше оливковый цвет, такой светлый. Не знаю, почему так. Как поймать цвет, чтобы она так не делала. Так, более-менее вспышку отключила. И то, все равно вам ярче этот цвет делается. Вот так, более-менее. Комплектующий у нас тут. Лесенку мы тут где-то нашли. Вот она. В общем, масштабы бедствия. Сейчас будем разбирать детскую ото всего, чтобы было где собирать. До. После. Вот так выглядит кровать. Задвинули мы ее пока туда. Я вообще хотела ее по этой стене пустить. Но вот этот шкаф оказался неподъемным. Зато мы его весь разобрали. И не знаю, что с ним сделать. Хоть покрасить его пока во что-нибудь. Вообще, он тут ни к чему. Я его хотела в зал перенести, но... Он неподъемный, даже пустой. Там антресоль вообще, это какой-то мрак. Его не передвинешь. Это нужно несколько человек-грузчиков. Так, что у нас с вами тут? По той стене, если бы я, кстати, поставила, я бы почти загородила окно. Сейчас оно наполовину шкафом загородено. А так бы я его загородила кроватью. Чуть-чуть совсем бы осталось. В общем, собирали мы ее весь день. Потому что это какой-то пипец. Инструкция вообще нифига не подробная. То есть она вообще никакая. Она бесполезная. Собирали наугад. И собирали еще нам нужно было в зеркальном порядке. Да? Поэтому весь день абсолютно до девяти вечера. С самого утра. С восьми утра, наверное. Это капец. И что самое интересное, на фото кровать, где ребенок залазит возле лестницы, должна быть вот эта штука. А по инструкции, почему-то вот так. Мы туда посмотрели, так и собрали. Потом, может, переставим. Просто, чтобы ее вот так перевернуть и переставить, нужно снимать весь второй этаж. Лег идеально туда матрас со зоны. Я такой же возьму вниз. Пока от старой Ксюшиной кроватки здесь матрасик. И такой челаут. Детки здесь играют, валяются. Два ящика внизу. Пока пустые. На колесах. Выкатные. Ага, коврик сейчас мешается. Вот. Вот такие вот ящики выкатные оба. С ручками на колесах. Классные. Конструкция кровати мне очень понравилась. То есть, ребенок лежит на доске. А не вот у Ксюши просто до этого была кровать. Там вот такие вот досочки перекладины. Они постоянно отлетали, постоянно ломались. Я думала, хоть бы это не такая была. Нет. То есть, основание кровати вот. Вот эта вот доска вот такая толстая. Ну и под ней там разные крепления. В общем, между ними вот тут. Там разные крепления. В общем, классное. Основание кровати добротное. Все супер. Ксюша уже сегодня ночевала на втором этаже. Вот такая вот лесенка. Она прикручивается к кровати. И здесь у нас тоже ящик на колесах. Сюда кукол пока сложили. Вот. Вот так это выглядит отсюда. И шкаф. Вот такой шкаф. Симпатичный. Довольно вместительный. Завтра уже в него, наверное, будем вещи раскладывать. Потому что уже невозможно. Сюда пока халатик. Лезья, кстати, прикольная вешенка. Такая прикольная вешенка. Была в комплекте. И тут пока Ксюшины вещи разложили кое-какие. А здесь у нас полочки. Здесь их вообще четыре. Но я поставила три, потому что что-то, может быть, вниз будет высокое. Вот такие вот полочки. Классные. И опять камера вам делает цвет ярче. Он более спокойный оливковый. Даже не могу поймать освещение. Снимаю при естественном освещении. Разобрались сегодня. Я начала. Ксюша мне помогла. Пришла со школы все игрушки. Рассортировали. Лего. Посудка. Другой конструктор. Другой конструктор. Рассортировали здесь по ящикам. Вот так поставили цветочек. Стол ее, где она занимается, сдвинулась сюда. Что такое? Пылесос тебя обидел? Тут ее дипломы. Таблица умножения. Нам еще надо купить гардину детскую. Нормально повесить шторы. Потому что они там по полу мотаются. Вообще некрасиво. Провода как-то спрятать. Вот этот момент хочу доделать. На окошке у нас компьютер-принтер. Все как было раньше. Вот. И стул. Пока мы вынесли. Так что пылесос у нас работал. Тут у нас еще полка. За всю длину кровати. Очень вместительная. Пока тут игрушки. И там Ксюши на тетрадке учебники. А так сюда можно все что угодно. Вот такая полка. В общем, мне очень понравилась кроватка. Я прям довольна. Сдалека еще показываю вам. Вверху спальное место огромное. И внизу огромное там Ксюша вмещается. Еще запас остается. Пока Крестюшка там спать не будет. Будет выбирать где спать. Сейчас попозже закажу точно такой же матрас на зоне. Потому что он мне очень понравился вниз. Да, только с другими размерами. Чуть не влез. Муж поднимал кровать. Потому что как лестница на прикрученных кровати. Да, и пока вот влез вот так. Вот так пока у них будет на полу. Спросите, у меня рекомендую ли я такую, именно такую двухспальную кровать. Двухспальную. Двухъярусную. Да, очень рекомендую. Очень. Мне понравилась безумно. Достаточно крепкая конструкция. И пусть мы целый день ее собирали. Она того стоит. Я не стала брать ниже. Они сейчас есть компактнее ниже. Мне показалось, это как-то убого смотрится и съедает всю комнату. Когда она высокая, как-то не так. Все равно. Не знаю. Мне показалось, смотрится некрасиво. Есть выше еще. То есть я выбирала, наверное, трое суток кровати. Читала отзывы, смотрела комплектацию и так далее. И вот именно на этой остановила свой выбор. Астра 3. Кровать называется Астра 3. Расцветок много разных. Она есть даже в одной вот такой вот расцветке. Бежевое молоко. Есть белое. Белое с розовым. Молоко вот это с розовым. В общем, любые. Голубые, сиреневые. Расцветы куча. Мне очень понравилось. Производитель вчера искали с мужем. Забыла, в общем-то. Там две буквы. В Москве у нас, в России готовят. В Подмосковье готовят. Изготавливают на мебельной фабрике. Я очень довольна. Пока меня все устраивает. Она крепкая. Она прям такая вот добротная. То есть ее вот где-то, чтобы что-то шатанулось. Потому что я читала отзывы, некоторые пишут, что хлипкие кровати. Но хлипкие это, наверное, когда просто внизу-верху кровать, да? И никаких шкафов, ничего больше нет. Хотя я тоже она не должна быть хлипкой. Это очень прочная, очень такая надежная. Я прям рада.